60 лет срок для истории небольшой. За время меньшее, чем жизнь одного поколения, неузнаваемо изменился облик страны. На этом месте еще четверть века назад стояла безвестная деревня. Сегодня город Дубну, центр ядерной физики, знают во всем мире. Атом не солдат, атом рабочий. Советский Союз первым поставил атомную энергию на мирную службу. Города страны освещаются электричеством атомных электростанций. По морям ходят атомные ледоколы. Атом лечит людей. А ведь начинала страна на пустом месте, почти с нуля. 76% населения дореволюционной России было неграмотно. Повернем время вспять. Кино дает такую возможность. Эти люди уже взрослыми сели за партой. Среди первых забот советского государства была культурная революция. Это надо понять. В стране разоренной и голодной партия коммунистов поставила, казалось бы, утопическую задачу. Поднимать народ к знаниям. Учить людей наукам. Всех без исключения. Днем они работали, строили заводы и фабрики. Вечерами учились, чтобы уметь управлять этими заводами и фабриками. Сегодня в Советском Союзе более одного миллиона научных работников. По многим направлениям советская наука занимает передовые позиции. Советский Союз открыл человечеству дорогу в космос. Одного этого факта достаточно, чтобы составить представление о научно-техническом уровне страны. Субтитры создавал DimaTorzok